азиатские акции начали неделю скромным ростом после того как трудовая статистика в США показала что безработица снизилась до минимум за 50 лет однако другие более важные с точки зрения влияния на курс пресс детали отчета не оправдали ожиданий как и предполагалось что я описывал в предыдущей статье фондовые индексы США отреагировали на отчет позитивным образом что стало классическим примером плохая новость есть хорошая новость все дело в том что замедление отдельных параметров рынка труда а именно роста рабочих мест и в особенности зарплат что является основным проинфляционным драйвером оказалось той недостающей деталью в макроэкономической картине которая склоняет фрес к необходимости нового снижения ставки а шансы на смягчение выросли с 309,6 процента на прошлой неделе до 81,8 процента в понедельник указывая на то что в последнее время экономическая статистика затмевает торговую войну в качестве главного предсказателя медвежьего курса фрес индексы S&P 500 Dow Jones и Nasdaq в пятницу подскочили на 1,4 процента как раз таки позитивно реагируя на неприятный отчет по безработице а безработица как известно с недавнего времени утратила актуальную некоторую актуальность для фрес для чиновников которые формируют геополитику и даже находясь в режиме переписывания рекордов хоть безработица упала до 3,5 процентов растущий дефицит на рынке труда который выражается через уровень безработицы уже не действует однозначным образом на зарплату то есть не повышает зарплаты поэтому проинфляционная значимость этого компонента то есть безработица несколько ослабла и чиновники умаляет ее значение в формировании политики предварительные данные по рынку труда от ICM по производственному и непроизводственному сектору оценка роста вакансий рабочих мест от ADP это частное агентство который рассчитывает похожий показатель что и агентство департамента труда в США и также динамика первоначальных заявок по безработице которые стабилизировались нисходящий тренд которых прекратился все это составило неутешительный набор сигналов которые указывают на слабость рынка труда прирост рабочих мест составил всего 135 тысяч сентября не оправдав прогнозов 140 тысяч оплата труда не изменилась по сравнению с августом в годовом выражении составило 2,9 процента против 3,2 процента ожиданий что сильно расстроило рынок и вероятно также сильно расстроил чиновников РЭС безработица цепала как я уже сказал до 3,5 процента вероятно за счет замедления темпа увольнения офшорный юань поддался в понедельник опасениям что торговая сделка между Китаем и США может опять взорваться китайская облета снизилась в понедельник после новостей что китайские чиновники не торопятся соглашаться на все объемлющие сделки которые продвигает раунд с приближением даты очередного раунда переговоров а это 10-11 октября должен предполагается продолжить отступление начатое в еще на прошлой неделе а на сегодня все спасибо за внимание увидите с вами в среду удачи